Музыка Так, вот у меня раньше часто гаймориты и танзелиты были, прошли, а сейчас хронический ренит. Нос закладывают часто и приходится пробивать соленой водой и капать капли. К сожалению, аллергия на пыль привязалась, уборку делаю влажную часто. А вот тут интересно, word people, вот здесь вот интересно отметить, вот такая вот информация, да. Были часто гаймориты и танзелиты, прошли, я не знаю, что вы делали, что у вас прошли. Но сейчас хронический ренит. То есть, если человек, ранее болея каким-то заболеванием, а потом у него как бы вот это вот прошло, а что-то другое появляется, это говорит о том, да, и аллергия, это говорит о том, что просто-напросто произошло в виду изменения, укоренения, то есть, как бы сказать, болезнетворное начало пошло по другому пути. Оно уже освоило, смотрите, вот, итак, гаймориты и танзелиты, то есть танзелит гланды. Первая защита у нас была, это значит гланды, вот инфекция ее атаковала, атаковала. Организм отвечал вот воспалением, значит, этих гланд, далее там, что там пошло, значит, как бы сказать, ну, мы прогланды. Далее вроде бы как что-то тут у нас прошло, но, значит, появились какие-то другие вещи. А именно, смотрите, когда пройден первый барьер, допустим, гланд, инфекция пошла туда, дальше в организм, начинает укореняться там, укореняться, и это уже вызывает, вызывает, смотрите, что, она начинает вызывать аллергию. И вроде мы бы думаем, что это на пыль аллергия. Может, она немножечко там провоцирует, но это говорит о том, что уже там инфекция, вот организм поражен вот этой вот ерундой. И он уже периодически, периодически, знаете, вот пытается очиститься с чем? С помощью насморка, вот льет. То есть здесь необходимо понимать вот этот механизм, знаете, постепенного внудрения болезнетворного начала в организм. Его укоренение, какие, как бы сказать, инфекции берет бастионы. Первое, значит, где-то будет у нас глотка, носоглотка. Далее уже у нас пошло там в организм, и начинается ответная реакция всего организма, как правило, в виде аллергической реакции. Поэтому здесь желательно бы уже применять что-то, как бы сказать, более мощное. Регулярные курсы делать противопаразитарки. Периодически керосинчикам. Периодически, вот я, например, тминчикам постоянно очень доволен. Голодание. То есть вот тут мы уже вводим систему этого голодания. Для того, чтобы добиться нормальной работы организма. Пока нормальной работы нету. Хотя есть вот, как бы сказать, прошло то, прошло это. Это, важно понимать, это уже несколько иной уровень работы над собой. И благодаря тому, что вы откликнулись на мою просьбу и оставили свои отзывы, я могу по ним работать и вам подсказать, что, что же там у вас происходит. И поэтому делаю влажную уборку часто. Нет, это не в том. В молодости у вас не было никакой аллергии. Вы жили там, будем говорить, там убирались раз в неделю более-менее. И все было нормально. А сейчас что же произошло с вами? И вы как раз вот интересно вот это все показали. Гаймориты, танзелиты, а потом хронические, а потом аллергия. Так что тут соленая вода и это, она не поможет. То есть не надо что-то найти, то, с чего выбрасывается вот через нос. Не надо его еще закупоривать или пытаться, чтобы обращать внимание на него. Здесь работает весь организм. Весь организм просто через нос, он пытается от этого избавиться. Это важно понимать. Если мы забиваем этот проход, через который выделяется то, что периодически накапливается, организм выделяет, значит это будет накапливаться и выделяться через нечто другое. И если здесь легко и просто, отсморкались, да и ладно, то там где-то может накопиться совершенно другое. И получится очень серьезное. Ирина Соловьева, наконец-то вы спели песню. Песню я пел и до этого. Песня классная, как и душа ваша, стихи прелесть. Я тоже пишу стихи, это вдохновляет. Приятное общение, классный стрим. Важно, вот знаете, человек, как бы сказать, мысли, дела, творчество, это продолжение человека. Действительно, какова его суть? Вот что у него внутри? Как он взаимодействует с окружающим миром? И вот все это он начинает, как бы сказать, преломляя через себя в виде какого-то там творчества проявлять. И поэтому можно судить о человеке. Насколько, как бы сказать, вот он, не хочу сказать, что он чист, там духовно продвинут, хотя это все имеет место быть. Вот насколько он, как бы сказать, живет, насколько он радуется, насколько он вот в жизни, так сказать, существует. Это очень интересная вещь. Поэтому сочиняйте стихи, вдохновляйте себя. Потому что вдохновение – это особого рода энергетика. Я неоднократно вам говорил, ну, надо повторять чаще, что, допустим, тело питается едой, душа там питается, ну, где-то так я уже подзабыл, там, воздухом что-то там примерно, душа. Тело едой, значит, душа там воздухом, то есть энергетика должна быть. И, наконец-таки, а дух питается возвышенной радостью. Необходим вот этому самому главному нашему телу, духовному телу, не душевному даже. А духовному телу надо радость для того, чтобы он расцветал. И когда будет радость, вот я вошел в этот поток радостный, сердечко бьется спокойно. Вот, знаете, какая-то умиротворенная энергия прокатывается по всему организму, заполняет ауру, так уж скажем. То есть вот этот особый кайф такой, понимаете, вот вы чувствуете вот это пространство, вы чувствуете вот этот космос, вы чувствуете Вселенную, которая создала вас с любовью, которая вас заботится, а мы, понимаете, вот это все не чувствуем. Мы все это как-то отвергаем, мы все это не можем понять, тут суетимся с вирусами, а что дальше, а куда дальше и так далее. Хотя сказано прекрасно, без воли Господа ни один волос не упадет с вашей головы. Как-то великолепно ощущать вот это вот вдохновение, которое и оздоравливает, и исцеляет, и возвышает, и дает массу других возможностей проявить себя в этом чудесном мире. Ах, какое у меня сейчас состояние. Спасибо Ирина Соловьева, что вы вот как-то, знаете, вот меня натолкнули на это. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик, и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал, и способствует его продвижению. Доброго здоровья, и до новых встреч!